На вашем доме порча. Я вижу ваше будущее. Отдайте я вам расскажу о вашей любви. Из года в год эти фразы не меняются, а доверчивых людей меньше не становится. В столице милиционеры задержали мошенницу, которая обокрала киевлянку. Произошло все в Оболонском районе. Пострадавшая привела к себе домой незнакомку, которая обещала снять страшную порчу. За это попросила ни много ни мало все золото, которое было в доме. Женщина почему-то согласилась. Только после того, как незнакомка с украденным ушла, она обратилась в милицию. Своё состояние пострадавшая описала, как похожее на гипнотическое. Мошенница забрала всё золото на общую сумму около 80 тысяч гривен. Мошеннице удалось быстро задержать. Пострадавшая удивительно хорошо запомнила гадалку. Задержанная в краже украшений созналась. Цепочка и кольцо. Погадала. По аналогичному сценарию действовала и так называемая гадалка в Виннице. Её жертвами стали сразу две местные девушки. Когда они гуляли по городу, к ним подошла женщина и начала рассказывать о беде, которая вот-вот должна произойти. О наложенной порче, о болезнях родителей, завистливых друзьях и настоящей любви, которую они найдут, если дадут женщине погадать. Наивные девушки согласились. Делала какие-то заговоры, привороты или что она там делала, как цыганка. Она сняла свои украшения из себя, дала мне их в руку. Что думала, оно пропало, как все цыгане. Конечно, никакого чуда не произошло и украшения сами не вернулись. Обманутые девушки побежали спасать своё имущество в милицию. Гадалку вскоре задержали. Никто не запрещает верить людям в наговоры и привороты, однако милиционеры предостерегают. Так называемые гадалки, искусные мошенники. Они скажут вам всё, что вы хотите услышать, войдут в доверие, а потом оставят вас без денег и украшений. Поэтому следует дважды подумать перед тем, как начинать с ними разговор на улице и тем более пускать их к себе в дом.